Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео! 12 августа 2022 года может стать самой ключевой датой для Terra Luna Classic. В этот день сжигание 1,2% должно быть внедрено в основной блокчейн-сети. Также в этот день должен быть запущен стейкинг Terra Luna Classic. Правильнее сказать, перезапущен. Итак, на сайте TerraMoney было опубликовано это сообщение от пользователя AEUser999. Это один из членов команды Terra Rebels, разработчиков всех этих обновлений для Terra Luna Classic. В этом сообщении фактически предлагается готовый код для внедрения предложений 3.6.5.8 и 4.0.95, то есть механизма сжигания и стейкинга Terra Luna Classic. Очень важно то, что этот готовый код является безопасным, как раз таким, каким его хотел видеть директор Бинанса CZ. Для внедрения не только в блокчейне Terra Luna Classic, но и на Бинансе. К примеру, код вычисляет, не принадлежит ли одному валидатору в сети более чем 25% права голоса. Если этот лимит превышен, все команды от этого валидатора приведут только лишь к ошибке их выполнения. Мы также видим, что этот код вовсю тестируется и уже прошел множество разных тестов. Если этот код будет принят сообществом путем голосования, то уже на высоте блока 8.890.141 он будет внедрен в блокчейн Terra Luna Classic. Как ты видишь здесь в обозревателе блокчейна Terra Luna Classic, на данный момент блока уже 8.642.881. Учитывая, что на создание нового блока в сети Terra уходит несколько секунд, время X совсем близко. И внедрение сжигания 1.2% и стейкинга произойдет приблизительно 12 августа этого года. Эта дата может измениться по ряду причин. Например, если валидаторам нужно будет время для адаптации к этому. Или сообществу нужно будет время за его голосование. Но код у нас уже есть. И это безопасный код. Тот, который так хотел директор Binance, как ты помнишь. И этот код прошел целый ряд тестов, в том числе и на безопасность. Так что код готов. Осталось лишь запустить его 12 августа 2022 года. И все. Также в этом сообщении разработчик анонсировал четкую дорожную карту того, как будет внедрен этот код. И как другим разработчикам, приложениям, биржам и так далее адаптироваться под него. Таким образом, децентрализованные приложения, которые ранее работали на Terra Luna, смогут внедрить это обновление и поддержать как стейкинг Terra Luna Classic, так и механизм сжигания 1.2%, когда мы достигнем этого самого блока. Это значит, что механизм сжигания 1.2% будет наконец внедрен прямо в блокчейн Terra Luna Classic. А мы с тобой знаем, что именно такое условие озвучил директор Binance, для того, чтобы сам Binance тоже внедрил его и начал сжигать Terra Luna Classic. Но тут есть еще кое-что очень крутое, о чем мало кто говорит. Это будет работать не только для Terra Luna Classic, но и для Terra USD, точнее для Terra USD Classic, того самого стейблкоина, который сейчас уже не является стейблкоином. Но все обновления для Terra Luna Classic, которые будут внедрены 12 августа, также будут работать и на Terra Luna Classic USD. Поэтому 12 августа такая важная дата. В этот день мы начнем внедрять все, над чем работали долгое время. Долгие месяцы. 12 августа 2022 года это реинкарнация Terra Luna Classic. Возвращение старых функций, таких как стейкинг и добавление новых, таких как механизм сжигания токенов при абсолютно каждой транзакции. То есть Terra Luna Classic станет дефляционным активом, как эфириум. И чем больше будет торговый объем, тем больше будет сжигаться токенов Terra Luna Classic. Кроме того, на доступные предложения будет влиять и количество токенов, которые снова будут стейкаться. Уже два механизма сокращения предложения, что не может не повлиять на цену одного токена. Ведь мы знаем, что цена формируется, исходя из спроса 1 и исходя из формулы 2. Формулы, где капитализация делится на общее предложение. И чем предложение меньше, тем дороже цена одного токена. При той же и тем более большей капитализации. Поэтому будь готов к этому. Будь готов к 12 августа 2022 года. А меня зовут Богатейший Ди, это было быстрое обновление ПТР Луни. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok